В Беларуси две трети всех госслужащих – женщины. Причем на руководящих постах более половины тоже женщины. Так утверждает Белстат. А вот если смотреть на международные рейтинги по участию женщин в управлении странами мира, в одних Беларусь на высоком 49-м месте, это там, где оценивается их количество, а вот в тех рейтингах, где пытаются оценить реальное влияние женщин на политику, там Беларусь в конце второй сотни. Как женщина в юбке придет там, перед строем там, где-то на учениях. Рожайте побольше детей. Ну вам же просто. Но почему, несмотря на такую позицию, среди самых влиятельных политиков при Лукашенко регулярно всплывали женщины? А Наталью Качанову аналитики всерьез обсуждали как возможного кандидата в преемники нынешнего руководителя Беларуси. Так как Лукашенко на самом деле относится к женщинам и в личной жизни, и в государственном управлении, если в Беларуси у женщины реальное политическое влияние? Меня зовут Иван Прус, и на все эти вопросы мы ответим в нашем спецрепортаже. Вот вы, в отличие от меня, не только знаете про период до Лукашенко, но вы его и помните. С приходом Лукашенко стало абсолютно нормально, что вокруг него, вокруг представителей власти появляются молодые красивые девушки. Была ли раньше такая практика до Лукашенко, когда, например, с тем же Шушкевичем или с кем-то из других топ-чиновников белорусских могли рядом появляться девушки из службы протокола, либо в какой-то неформальной обстановке? Нет, конечно, никакой службы протокола даже и близко не было. Точнее, она была, но она выполняла совершенно другие задачи, никакого политического эскорта. Мы же помним эту историю, когда Лукашенко принимал саммит до этих ЕС, и там стоит их ряд, вот кому какая, типа, да, там, ну, это просто как, ну, я думаю, что он думал, что он делает что-то приятное, на самом деле это выглядело чудовищно, но нет, ничего подобного, конечно, не было. Все женщины, которые на протяжении его карьеры находились рядом с ним, они делятся на несколько категорий. Это такие боевые подруги, например, как женщины из родного колхоза, которых он забрал с собой в Минск, дал им должности, Надежда Ермакова, Надежда Котковец, дал им определенный статус, дал им определенные зарплаты, дал им определенные пакеты, благодаря которым они живут и прекрасно себя чувствуют, и живут лучше, чем, наверное, жили бы в колхозе Городец. Вторая категория женщины – это категории врачи Ирина Бельская и Светлана Коношенко. Находясь сразу же на посту личного врача Александра Лукашенко, у них резко поднималась квалификация как врачей, и они получали должности, как Ирина Бельская, она возглавила лечкомиссию, например, да. Следующая категория женщин – это тещи. Лукашенко к ним относится с пиететом. Говорит о том, что первая теща официальная, это главная, чуть ли не главная женщина в его жизни, благодаря которой он стал президентом. Я прежде всего и еду к своей тещи. Вот Федоровна для меня друг человека, как я всегда говорю. Она меня безмерно любит и любила всегда, и я к ней еду. Несмотря на то, что мы с дочерью с нее не живем, там, может быть, 30 или сколько лет. И четвертая категория женщин, которые постоянно появляются с Лукашенко, и это, наверное, было с момента его еще первого президентского срока, самых первых конкурсов красоты – это девочки-модели, девочки, которые потом попадали в службу протокола, девочки, одна беленькая, вторая черненькая, вот они выходят на официальном мероприятии, и сразу же все министры и чиновники поворачивают голову, и все уже забыли о подписании каких-то там бумажек. Вот какие у меня девочки, рассказывает Лукашенко. В 90-е годы тогда же журналисты могли чуть больше себе позволять в общении с Лукашенко задавать какие-то вопросы. У него хоть кто-то интересовался. Александр Григорьевич, где ваша жена? Да, были, были, были. Когда снимались такие более, скажем, не политические сюжеты о нем, как бы о жизни, о том, как первый президент живет, где и чем он занимается, ему задавали такие вопросы. Суть ответов была в том, что я никогда не втягиваю свою семью в политику. Вот, собственно, так он и причем. Семья и политика – это разные вещи. Семье в политике делать нечего. Я президент. Ни жены, ни дети, никто. Старался изображать из себя одиночку, при этом никакого ни развода, ничего не происходило. Первое время я даже готов был это списывать на позиционирование кандидата, вот, потому что все же, чтобы не говорили, но понятно, что сейчас это дедушка, а тогда это было 39 лет, да, соответственно. Как мы там для себя формулировали во время СГУ штурмов, там, единственный кандидат на выборах, который еще может. Да, поэтому сексуальная привлекательность, значит, она, конечно, рассматривалась. А как вы объясняете то, что он до сих пор не разводится со своей женой? Его электорат в значительной мере, вот, как сессиологи говорили, в прежние годы составляли женщин. Причем женщины, скажем так, ну, возрастные, скажем так. А для этих женщин вот факт того, что политик не разводится с женщиной, ну, какое-то значение, наверное, имеет. Хоть на фоне того, что появление вокруг него, скажем так, врачного сына и появление его в окружении молодых женщин как бы разрушает этот образ, но, тем не менее, какие-то остатки этого образа, наверное, как он считает, влияют на отношение к нему со стороны женской части общества. По поводу женщин-врачей, как у Лукашенко появилась Абельска и кто вообще такая эта Ирина Абельска, о которой так много всегда говорят? Еще во время своего первого президентского срока Лукашенко озадачился поиском, значит, своего личного врача. И выбор пал на 29-летнюю Ирину Абельскую в то время врача-узи-диагноста в Минске. Я могу только предполагать, что, да, там был определенный кастинг, и мы об этом знаем, но почему-то мне кажется, что отношения Лукашенко с Абельской завязались именно через постоялка, потому что постоялка сделала головокружительную карьеру от врача Брестской больницы вместе с Василием Жарко, оказалась в Минске, и в то время, когда Ирина Абельская получила пост личного врача Лукашенко и возглавила леч-комиссию, Людмила Постоялка попала в Министерство здравоохранения, врач из Бреста. Поэтому... А Людмила Постоялка – это мама Абельской? Мама Ирины Абельской, да. Выбор пал на Ирину Абельскую, она стала врачом, и нам многие чиновники старой обоймы Лукашенко рассказывали, что в то время, когда Абельская была в «Фаворитках», они описывали ее как добрую, спокойную, уравновешенную, мудрую. И вот в то время они очень часто заходили к Лукашенко с какими-то своими предложениями именно через Абельскую. Если к Ирине подойти и о чем-то хорошо попросить, она может помочь эту историю продвинуть. Считается, по крайней мере так утверждается в прессе, что Абельская – это мама Коли. Нашли ли вы какие-то подтверждения этому? Да, я хочу сказать, что действительно, благодаря киберпартизанам, которые предоставили нам возможность пользоваться паспортной базой, мы установили тот факт, что Ирина Абельская является мамой Коли. А как вы это установили? Что подтвердило этот факт? В паспортной базе у Ирины Абельской в графе «Дети» записан Николай. Возникает вопрос, что Ирина, как бы будучи фавориткой, получила за свою преданность Лукашенко. Вы же наверняка нарыли какую-то информацию и на то, чем она владеет, какими материальными благами. Что она получила? В тот момент, когда она забеременела Колей, у нее ухудшились отношения с Лукашенко. У нас есть информация от инсайдеров, нескольких человек, что Лукашенко был против этого ребенка, потому что он очень ревниво оберегал свою репутацию и пытался до конца играть роль семьянина. Абельская разрушила эту легенду, и Коля появился рядом с Лукашенко. До трех лет мальчика скрывали, и никто не знал об этом. Потом отношения с Абельской у Лукашенко испортились. И в тот момент, когда Людмила Постоялко умерла, Абельская сразу же лишилась своего поста в леч комиссии и пропала на несколько лет. Время прошло, мальчик подрастал, Лукашенко немножко успокоился и вернул ей пост главы президентской клиники. Она сейчас и возглавляет эту президентскую клинику в Ждановичах. А еще, кроме того, вот эта эксклюзивная информация, как нам стало не так давно известно, Ирина Абельская в отношениях между кошельками Лукашенко и самим Лукашенко также выполняла отведенную ей роль. Мы узнали два года назад, когда делали расследование, что Ирина Абельская стала владельцей компании, которую сама же и учредила, которая называлась «Горизонты знаний». В тот момент мы не понимали, чем занимается эта фирма, деятельность ее была указана как образовательные услуги. И мы съездили в офис в Малиновке, там был всего лишь стол, стул и почтовый ящик, юридический адрес. Мы позвонили представителю компании, она очень сильно разозлилась на нас и бросила трубку. Но в тот момент расследование конкретно этого элемента зашло в тупик. И буквально недавно, когда мы делали расследование про Михаила Гуцериева, российского олигарха, который является кошельком Александра Лукашенко, мы стали разбирать его активы и узнали, что он не так давно отстроил школу в Ждановичах, частную школу построил, дорогую школу. И когда мы стали сводить эти данные, мы увидели, что владеет этой школой компания «Горизонты знаний». То есть Обельская учредила компанию, на которую потом построил Михаил Гуцериев, олигарх Лукашенко, частную школу в Ждановичах как подарок президенту. Она не так давно переписала полностью все на офшоры Гуцериева. Но до недавнего времени она была владелицей этой школы, да. На нашем концерте присутствует президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко. Большая честь приветствовать вас здесь сегодня. На сольном концерте певицы земли белорусской Ирины Дорофеевой. По поводу еще, например, артистов, с которыми вы сталкивались по работе. Например, многие говорят о том, что Дорофеева была близка к телу. Как работать с артистами, когда вы министр культуры, и у вас есть откровенные фаворитки президента? Не знаю, были ли какие-то ситуации, когда вы говорили, что Дорофеева нужно взять и поставить? Это работает таким образом. Есть глава администрации Макей, который всегда имел пиетет культуры, с учетом его супруги. И очень часто он высказывал свое восприятие того, что и кого бы хотел бы видеть Лукашенко на том или ином культурном мероприятии. Есть список тех артистов, тех приближенных к Лукашенко лиц, которые имеют право на частное общение с ним. И в ходе этих частных встреч очень часто и решалось, кто из тех или иных артистов должен быть включен в ту или иную программу. И фамилия не общеизвестна. И, конечно, не исключением являлась на определенном периоде сама Ирина Дорофеева. И просто поступала через администрацию Лукашенко соответствующий список лиц, которых обязательно нужно было включить в концерт. Это не был достаточно большой список, это могло быть один человек, два, три. Но, как правило, всегда такие сигналы поступали. Даже они могли идти мимо Министерства культуры, потому что есть режиссер, который готовит концертную программу, и сотрудник администрации, та же всем известная Ирина Дрига, она просто напрямую доносила эту режиссеру. Режиссер автоматом это уже поднимал в проекте программы в Министерство культуры. Но потом уже по разговорам, где-то по беседам мы понимали, что это прямое указание. И исключить этих лиц из программы было невозможно. Следующая женщина-врач Лукашенко это Светлана Коношенко. Коношенко, да. Коношенко Павлом Белым. Совместно с ним они открыли салон красоты и медицинских услуг. Два года назад, когда я делала расследование, именно находясь рядом с этим салоном, я заметила, как этот салон посещала Наталья Эйсмонт. И тут такая история, что военный на службе, да, он не имеет права вести бизнес по белорусским законам. Но Светлане Коношенко эти законы не писаны. Светлана Коношенко в 2016 году пользовалась особым доверием еще одного кошелька Александра Лукашенко Сергея Тетерина. Это его личный теннисист, массажист, которому Лукашенко даровал монополии в разных сферах белорусской экономики в обмен на письма и прошения и поздравления с праздниками. Так вот, Сергей Тетерин в 2016 году дал в долг Светлана Неконошенко полтора миллиона долларов на 50 лет в белорусских рублях в долг. А как вы это узнали? Это какой-то долг, который где-то документально зафиксирован? Да, да. У нас есть договор, согласно которому Светлана Коношенко берет деньги в долг у Сергея Тетерина в белорусских рублях, берет у его фирмы Белглобал Стар, а возвращать она будет лично ему. Ты посмотри, что творится. По поводу еще женщин-моделей, женщин из службы протокола. Что-то известно, как туда попадают эти девушки в службу протокола? Какие у них доходы? Практически 25 лет, наверное, больше в стране существует единственная в Европе государственная школа красоты. И то, что я слышала от победительниц конкурса красоты, от участниц, это то, что Лукашенко выбирает себе красавицу. И в договоре, когда участница приходит на этот конкурс, у нее прописано, что если она выходит в полуфинал, она дает свое согласие в случае выхода в финал работать в службе протокола президента. Это накладывает определенные обязанности. Они сопровождают их в поездках, к ним обращаются по именам. Их иногда предлагают для поцелуев на каких-то торжественных приемах. Подойди и поцелуй Дашеньку, не стесняйся. То есть это такая символическая власть над обществом. Можно ее сравнить с тем, как во время войны происходит изнасилование над женщинами. Это тоже связано не с сексуальностью, исследователи говорят, а с демонстрацией своего превосходства, с демонстрацией превосходства над врагом. Изнасиловать женщин, жен, дочерей врага – это значит утвердиться в своем превосходстве над врагом. И тут вот можно провести параллель, что Лукашенко, окружая себя молодыми женщинами, тоже показывает, что в его власти находится белорусское общество. Если мы говорим о молодых женщинах, ведь это и будущее страны. Власть над настоящим, власть над обществом, власть над будущим. Все находится во власти Лукашенко. Такой огромный! И, конечно же, в силу того, что такие монархические феодальные системы, они рано или поздно входят в период физического дряхления носителя этой власти. И, конечно же, для него и для самой этой системы это довольно, прямо скажем, неудобный и тяжелый период. И поэтому требуется вот это внешнее подтверждение. Поэтому требуются разговоры о том, какие у него остальные орешки от всех буквально, а желательно от врагов. И поэтому требуется вот это вот, значит, а давайте я буду окружен цветником, который влюбленными глазами, с придыханием на него будет смотреть. Как он относится к женщинам в политике? Не знаю, считает ли он их равноправными какими-то акторами? Нет, Лукашенко не считает женщин равноправными акторами в политике. Вот утверждением тому является, я вспоминаю свою работу в правительстве, в двух составах Сидорского и Мясниковича. В то время в правительствах было только, может быть, одна или две женщины, которые занимали министерские должности. Это, как правило, министр труда и социальной защиты населения или министр информации. Я вспоминаю, Лилия Ананича тогда была, Щеткина была министром труда и социальной защиты населения. Поэтому, если мы посмотрим на составы правительства, то там, как правило, не превышало из 30, порядка 30 министров, чтобы в составе было более чем две женщины. Как правило, даже одна. Почему так сложились обстоятельства, что вторым человеком по значимости в государственной системе стала именно женщина Наталья Качанова? А очень просто, потому что, ну, во-первых, Качанова точно из той же вот обоймы и типажа людей, которые, вот, как я говорю, влюблены в Лукашенко и считают его гениальным правителем. Второе, значит, она еще помимо, похоже в этом смысле на Ермошину, в том смысле, что, в общем, как бы, ну, в общем, это довольно бесполезная личность, если бы не он. Ну, то есть, когда ты поступаешь в университет, там, вуз коммунального хозяйства, там, занимаясь канализацией, там, факультета, да, и только потому, что ты играешь в волейбол, ну, это же официальные факты ее биографии. Ну, то есть, это, как бы, какого уровня компетенции этот человек, да, который дальше, там, завалил все, что возможно, включая в своих уже более высоких должностях модернизацию Новополоцкого МПЗ, там, и так далее, и так далее. То есть, они преданы ему, потому что они понимают, что они ничтожны без него. И вне этой системы они никто. Здесь важный момент, да, Качанова, она очень быстро поняла, оказавшись на посту главы администрации, то, что когда-то понял Сталин, на самом деле, еще времена коммунистические ВКПБ, что кто управляет кадровой политикой, управляет всем. Справедливое отношение. Основной принцип нашего президента. Это абсолютно основной принцип президента. Справедливое отношение к людям, справедливое отношение во всем. Ну, интересно отметить, что Качанова получила такое влияние, она, в принципе, не приемлет другую точку зрения, что ей удалось убрать с горизонта китов, стоящих возле Лукашенко. Это Павел Якубович и Григорий Кисель, которых я знал достаточно хорошо лично. Ну, по-разному можем оценивать этих людей, но того же Павла Изотча Якубовича, никто, думаю, не будет возражать, что он обладает достаточно высоким интеллектом. Тот человек, который имел свою точку зрения, даже где-то пытался играть в свои игры. Это, конечно же, не нравилось Качанову, она убрала его из горизонта. Кисель, который был очень близок к Лукашенко, являлся его другом, который всегда по воскресеньям бывал у него за обеденным столом, также стал неугоден. В определенный момент причиной были финансовые трудности компании УНТ, насколько я понимаю, и его тоже прибрали. Она ничем. Ну, тут, конечно, с интеллектом не приходится сравнивать, но действительно она ее вынесла с должности министра информации, а также отомстила, насколько я знаю, где-то я прочитал, руководителю Нафтана, с которым у нее не сложились отношения еще в период новополоски. Вы знаете, там действительно у человека просто заряжено в голове понимание того, что все должны также быть преданы ей и прислуживать, как на том приеме ей, как она прислуживает это сегодня для одного человека. То есть повторяется все только уже на другом уровне власти. Что касается Ермакова, Ермошина, я бы не центировал внимание на половую принадлежность. Это женщины выполняли определенную функцию, которую вполне мог выполнить мужчина. Ну, она попала в состав Центральной избирательной комиссии в 96-м году, по-моему, или в 95-м, я уже не помню. Момент, когда Лукашенко убрал с поста Виктора Гончара, который мог помешать ему выполнить в нужном ему формате проведение референдума в 96-м году, Ермошина могла не только, скажем так, провести нужное решение через Центральной избирательной комиссии, и достаточно глядно и понятно объяснить, интерпретировать, изворотливо интерпретировать эту позицию. Ну, у Ермошины это получилось. Женщина, конечно, может и будет очень влиятельным человеком, но она все-таки будет работать в некой сфере традиционной. То есть будет руководить образованием или культурой, например, госпожа Фурцева. Но все-таки батькой должен быть мужчина, эдакий отец нации. Почему эта женщина, которая находится все-таки при власти, имеет какие-то блага, заявляла о том, что вместо женщины это варить борщи, как-то всегда старалась принизить положение женщины? На самом деле, во-первых, они оправдывают свое положение. То есть моя задача служить, и вот они примерно про это и говорят. А во-вторых, они же пытаются угадывать мысли Лукашенко. Лукашенко же сам, на самом деле, он очень в этом плане архаичный человек. Когда Клинтон выдвигалась, он же говорил о том, что женщина еще не готова, конституция не под женщину. И, кстати, Эйсман восхищалась этими словами о том, что конституция не под женщину, а что там бедолага сломается и так далее. То есть у Лукашенко это... Он это транслирует, они это чувствуют, они встраиваются в ту систему взглядов, которая для него естественна. Иногда мне кажется, что не сегодня так завтра, но послезавтра точно, в мире может возникнуть запрос на диктатуру. Ну что говорить? Мне кажется, уже мы так часто произносим это слово, что диктатура это уже наш бренд. Я думаю, что наиболее яркими представителями являлись Наталья Питкевич. Хотя ее степень влияния, я бы сказал, относительно, она скорее является исполнителем или являлась исполнителем его воли. Безусловно, человек в должности первого помощника, который общается 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, то есть имеет прямой доступ по всем видам связи, возможность зайти в кабинет в любое время. Это тот человек, который может оказывать влияние. Если сегодня, будучи кандидатами, они приглашают наших мужчин и всех людей на площадь, куда, не дай бог, став кто-то из них главой государства, они отправят наших мужчин? В какие горячие точки? Можно ли говорить о том, что Питкевич как-то влиял, либо пыталась влиять на какие-то решения? Нет, конечно, несомненно. Нет, конечно, конечно. Я знаю лично несколько таких историй, связанных, например, с ущемлениями прав одного из иностранных акционеров. Иностранных инвесторов в Беларуси. Где вопрос решился только в общем... То есть он никак не решался на всех уровнях, потому что там было очень много коррупционных вещей. В поводу того, что служба судебных исполнителей там была в кармане у того, с кем тяжба происходила. И только интерес Питкевич, и потом, которая подключила КГБ для этого, позволила как-то решить вопрос в пользу. На самом деле, так как он и должен был быть решен, потому что там несправедливое было отношение. То есть это непосредственно и есть манифестация власти. Ты можешь решать вопросы. Почему она резко пропала с радаров? Как она вдруг стала неугодна? Потеряла она должность свою по ошибке. Она фактически соединила Лукашенко с пранкером Вованом, который представился сыном Януковича, если я не ошибаюсь, Виктором Януковичем. Предлагал привезти батон золотой. Да, и поэтому после этой беседы Лукашенко, конечно, был в ярости, в гневе. И это привело к тому, что Питкевич вынужден был уйти. Пускай приезжает, сядем где-то, поговорим. Мы вам подарим золотой батон. У нас тут есть, остался еще из коллекции. Знак дружбы. Спасибо, Виктор. В одном из интервью вы говорили, что Питкевич была гораздо талантливее и умнее, чем Наталья Эйсман. Почему вы так считаете? Прежде всего, возьмем даже образование Питкевич. Она все-таки закончила Ирфак. Она начинала работу у нее у Лукашенко. Ее рассуждения о причинно-следственных связях, о каких-то политических вопросах и экономических, она больше в них разбиралась, чем человек, который закончил театральный институт или театральную академию. Просто потому, что изначально разные позиции были у них в учебе, разные дисциплины они изучали, и это разная степень интеллекта. Одна актриса, а вторая все-таки юрист. Если у нас есть человек, это может быть Протасевич, это может быть Чечко, вот сейчас актуально, который готов говорить, то почему бы не дать ему сказать? И это и есть та самая открытость. И Лукашенко всегда искал молодых. И вот появилась на горизонте, после Натальи Питкевич, появилась Наталья Эйсман. Скорее она заходила с позиции, с улыбкой, но за этой улыбкой скрывается одно, дискуссия здесь не предполагается. Я вам довожу то, что вы должны сделать, вариантов нет. Но доводится это немножко в другом стиле. То есть она употребляет немножко другой стиль общения. Я вот вспоминаю, кстати, Венский бал, когда уже был директором Купаловского театра, когда она позвонила и сказала, ну вы понимаете, Павел Павлович, что первый Венский бал, я в курсе, что, вот и президент в курсе, что готовится Венский бал к Купаловским театрам, но вы же понимаете, что первый бал Венский должен состояться под эгидой и по инициативе, главной по инициативе, Александра Лукашенко. Качанова и Эйсмонт, они как раз поняли, что вот этот поздний абсолютизм характеризуется усталостью первого лица от обязанностей правления. То есть хочется наслаждаться преимуществами, но не хочется выполнять какие-то рутинные вещи. Поэтому все, что способно избавить его от всяких разных там лишних забот, тревог и беспокойств, то, что я называл мягкие женские руки, я первый, кто сформулировал эту теорию, что проблема Лукашенко заключается в том, что он попал в эту теплую ванну, информационный пузырь. И потом этому было довольно много подтверждений, когда мне, например, даже министр финансов говорил, что невозможно попасть на прием к Лукашенко, потому что информация, которую ты хочешь доложить, она будет неприятной для Лукашенко. Я бы еще вспомнил один эпизод с выборами, связанный 20-го года. Я это от нескольких человек слышал. Наверное, можно об этом рассказать. Было два руководителя предвыборного штаба Лукашенко, Шейма и Ныкачанова. И между ними постоянно искрило. То есть они вместе договаривались, потом делали каждый по-своему. И это как раз привело к тому, что Лукашенко не имел даже предвыборной программы, потому что Наталья Ивановна говорила о программе несвоевременной, ее не нужно публиковать, например. Либо какие-то другие истории делала. Сознательно или нет, я не знаю, почему она это делала. Но я думаю, что Наталья Ивановна, в том числе, виновна в тех процессах, которые привели к масштабным протестам в Беларуси. Потому что, по некоторым оценкам, именно Наталья Ивановна настаивала, чтобы Лукашенко нарисовали 80%. Я думаю, что один сценарий для Лукашенко остаться в власть, но при этом произвести какие-то изменения, это действительно найти на пост президента какую-нибудь максимально лояльную и несанастоятельную фигуру. Ну, наверное, этим человеком может быть скачанного, но мне, если честно, кажется, что это все-таки маловероятно. Так как необходимых способностей для выполнения даже каких-то подчиненных функций у Натальи Качановой нет. Мы знаем, что, наверное, единственное ее основное достоинство – это обеспечивать комфорт сейчас Александра Лукашенко через информационный пузырь, через подбор кадров. Все-таки, кроме этого, будущий президент должен иметь возможность хотя бы выполнять более сложные административные функции, ввести в том числе и международную политику и так далее. Ну, кроме этого, опыт Казахстана показывает, что никаких гарантий нет. Если ты вводишь на сцену даже, казалось бы, такого слабого человека, подчиненного человека, он всегда может выйти из-под контроля, так как будет располагать реальными ресурсами, реальными механизмами, влиять на ситуацию. Поэтому я не думаю, что сейчас вообще такие вопросы обсуждаются серьезно. В качестве одного из, я не знаю, 30 вариантов, может быть, но как такого плана по подвижению Крачановой, я думаю, что нет. Лукашенко в 2004 году вернул квоту, что должно быть 30% женщин в парламенте. До этого это было в СССР, потом отменилось, он вернул. Зачем он это сделал? Я думаю, здесь могло быть несколько причин. Во-первых, есть стандарты организации объединенных наций. Я могу предположить, это было связано с выполнением международных обязательств. Наверное, Лукашенко хотел понравиться Западу. Это один из элементов, опять же, заигрывания с Западом. Но главная причина, он работал на свой ректорат. Ведь большинство женщин, так сложилось, в Беларуси голосовало за Лукашенко. Женщины и депутаты в парламенте имеют какое-то реальное право голоса, реальное влияние, точно так же, как и мужчины? Настолько реальное, на кольки мая вагу, весь парламент. На жаль, для парламента отведена роль декларативная. И тому сегодня я не упевнена, что там парламентцы ведутся какие-то дискуссии. Я не упевнена, что там ведутся некие серьезные размобы, спрэчки на кон того, какое принять решение. В Беларуси действительно много женщин в органах власти. Они составляют 68% госслужащих в стране, а из них должности руководителей и заместителей занимают 58%. Это вообще хороший показатель и для Беларуси, и на фоне других стран Европы? Ну, наверное, неплохой это показатель. Но при этом мы понимаем, что в Беларуси много механизмов и инструментов заставлять людей подчиняться. Система принятия решений очень иерархическая. В принципе, сверху спускаются решения. Но лояльность женщин связана с тем, что на них лежит большая ответственность. У них дети, родители старшего возраста, родственники. В таких государствах, в таких обществах, как в Беларуси, на женщинах лежит вся эта ответственность. И поэтому все это дополнительные механизмы, чтобы принуждать женщин к принятию тех решений, которые выгодны власти. Поэтому цифры — это одно, а реальность — это другое в Беларуси. Вот вы как раз говорите о большом количестве государственных служащих женщин, это в первую очередь касается таких органов власти, как местные органы власти, райисполкомы, облсполкомы. И если мы посмотрим на ситуацию с работой в регионах, то очевидно, что многие женщины, которые получили, например, образование, уехали, отучились и вернулись в свой район, они бы, наверное, не хотели работать на производстве сельского хозяйства или где-то. И у них есть вполне себе реальная возможность занять место руководителя в местном органе власти. С учетом того, что в это же время муж, у которого более высокая зарплата, может заниматься какими-то другими делами и зарабатывать больше денег. Плюс статус госслужащего в регионе, при всем при этом, он как бы достаточно высокий, при том, что зарплата не такая уже высокая. И это открывает какие-то другие возможности, поэтому в комплексе семья, у которой супруга, например, государственный служащий, начальник отдела какого-нибудь в райисполкоме, это достаточно вполне себе успешная, может быть, семья. При тех вводных, что есть, вот у Лукашенко есть молоденькие девочки, которые его развлекают, можно так сказать, есть преданные женщины типа Качановой, Эйсман, достаточно много женщин в палате представителей. Как бы вы характеризовали роль женщин в белорусской политике? Тех людей, которые вы назвали в окружении Лукашенко, это, собственно, не политики. Это, собственно, чиновники. А чиновники – это люди, которых назначают. Они выполняют определенную функцию, и, собственно, все. Их нельзя назвать политиками. Когда мы говорим о политике, то скорее можно говорить о Светлане Сихановской, о Татьяне Короткевич, о Веронике Цыпкало, о Марии Колесниковой, которые продемонстрировали, скажем, свою публичность в ходе президентских выборов в 2020 году. Ну, вот это – это политики. А люди в окружении Лукашенко – это не политики, это чиновницы, это функционерки, и не более того. Это разные вещи. Кого из белорусских женщин-политиков вы бы могли выделить? Ну, первая женщина-политика, которую я могла бы назвать, это, конечно, Ирина Вештер, а для вас, может быть, это не очень знакомое имя, но она означает социал-демократическую партию. Сегодня я означаю Игорь Борисов. Ну, напевно, не львешь не назвать политиком Светлану Цихановскую, которая, ждет того, не ждет того, вось ворвалась все политичное поле деятельности, я, конечно, буду по-розному оценивать, а ли то, что я на политик, это однозначно. В 2001 году на президентские выборы пыталась пойти Наталья Машерова, дочь Петра Мироновича Машерова, известного руководителя Советской Беларуси, ДССР. И как только она появилась на политической... Она была тогда депутатом палаты представителей, кстати. Только она заявила в публичном пространстве, а намекала даже о том, что она собирается идти на президентские выборы и даже зарегистрировала свою инициативную группу по сбору подписей. Ее рейтинг сразу же взлетел мгновенно. Социологи ее зафиксировали, этот идет рейтинг. И Лукашенко пришлось принять какие-то чрезвычайные меры, чтобы принудить Наталью Машерову самой сняться с компанией и даже не собирать подписи и ее поддерживать. Основной фактор, который сделал возможным 2020 год, это не столько высокий рейтинг какого-либо оппозиционного или демократического кандидата, сколько высокий антирейтинг, высокое раздражение в отношении самого Александра Лукашенко. Очевидно, его ближайшее окружение говорило, что он и так очень популярен, что он любого политика, такого неопытного человека, который выдвинулся, переиграет. Хотя, конечно, надо было снизить риски, убрав потенциально популярных конкурентов. Ну и вот осталась Светлана Тихтановская. Думаю, конечно, то, что она женщина, это был один из факторов, почему ее недооценивали. Но были и другие. В конце концов, у нее не было серьезного профессионального бэкграунда. Она, в принципе, была человек новый в политике. Что касается этого гендерного аспекта в Белорусской революции, надо понимать, что он очень неоднозначный. С одной стороны, действительно, на лидирующих позициях было очень много женщин. Женщины сыграли большое значение в организации протестов. Но при этом, как показывают все исследования социологические, которые бывают с разными службами и по разной методике, большинство электората Лукашенко это тоже женщины. Женщины, девушки, являются драйвером демократических изменений. Но, при этом, очень многие из них и принимают, и поддерживают авторитарную систему, которая есть в современной была. Какова роль сегодня женщин в белорусской политике? Опять же, слово политика гораздо шире, чем участие в выборах, власти и так далее. Я думаю, сейчас она во многом ключевая, потому что события 2020 года это совершенно радикальное изменение роли женщины. Опять же, это настолько откровенная демонстрация того, что общество наше не архаичное, как Лукашенко, и как женщины, которые его окружили, как вот этот борщ вари, и все вот это. На самом деле, как раз таки появление женщин в политике, причем успешный опыт, создание коалиции широкой, а не заниматься фракционной деятельностью, кто более предан белорусщине и так далее, и дробление постоянное на группки по интересам вокруг фигур вождевого типа. Они показали, что политика может быть другой, и самое главное, что они проиллюстрировали, это то, что общество стало гораздо взрослее и современнее, чем власть, которая осталась в средних веках. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Спасибо, что досмотрели до конца. Этот выпуск создан при поддержке посольства Канады в Республике Польша.